Совершенно невероятная история произошла в минувшие выходные в Екатеринбурге. Пьяный гонщик, совершивший ДТП и чудом оставшийся в живых, сам вызвал ГАИ на место происшествия и признался в своих правонарушениях. 20-летний Илья, по его признанию, в субботу вечером поссорился с подругой и остро ощутил желание как-то выплеснуть свою обиду. Тогда он выпил спиртного и сел за руль своей десятки и покатил на ней по улице Академической в автосгородке, что называется против шерсти. Илья только этим летом вернулся из армии, где отслужил в автомобильных войсках. На гражданке он также устроился водителем. Несмотря на совершенно нелепый поступок, в словах его чувствуется ответственность. Да и за рулем, несмотря на то, что он сознательно нарушал ПДД, Илья был пристегнут ремнем безопасности. При столкновении с деревом на скорости в 90 км в час двигатель десятки вошел в салон. Но справа от водителя сам Илья, по его словам, не получил даже царапин. Не подлежит восстановлению? Конечно, не подлежит. Ну как стресс-то? Снялся хоть? Конечно, снялся. С девушкой поссорился? Да. Что теперь делать-то будешь? Ну ничего не делать. Да, ну пойдешь. Дальше жить буду, да что ли? Я не первый, я не последний лежит. Права-то есть хоть? Конечно, есть. Я дальнобойщиком работаю вообще. Да? Вызвав ГАИ, виновник аварии дожидался приезда экипажа около часа. На ДТП без пострадавших сотрудники ДПС выезжают в последнюю очередь. Зачем гаишнике? Зачем? Во-первых, мне не интересует. Ага. Ну, дальнобойщиком, значит, ты работал уже, получается? Ну, уже сейчас работал, но... Здравствуйте. Идет анализ. 0,561 мг на литр. Установлено состояние. По словам гаишников, привыкших догонять или разыскивать нетрезвых водителей, этот нарушитель оказался самым сознательным в их практике. Сегодня Тау связалась с Ильей в соцсетях, и тот признался, что по прошествии двух дней переосмыслил свой поступок и, конечно, сожалеет о случившемся. По разбитой машине, об огромном штрафе и, конечно, о водительских правах, которых лишился на полтора года. Кем он будет работать все это время, Илья ответить пока затруднился.